так всем здравствуйте теперь мы уже в правильном ракурсе извините за первую мою ошибку сейчас жду когда барлак включается отлично барлак есть теперь его присоединяем теперь должно быть нормально все отлично мы в своем эфире очень рада вас представить прежде всего хочу напомнить тем что этот блог посвящен казахстану и мы сегодня поговорим с барлаками на газеевым филантропом и также экоактивистом правозащитником чья семья практически преследуется за то что он помогает оплачивать политически мотивированные штрафы помогает оплачивать адвокатов и вообще просто очень много помогает многим казахстанцам но в том числе он является одним из тех кто сейчас инициировал проект голоса казахстана войска в казахстан и учитывая то что я опубликовал это у себя на блоге рассказывала об этой платформе что это очень важный инструмент для того чтобы донести ваш голос посчитать голоса казахстанцев которые против нуратана против действующей партии я хотела бы чтобы барлык как один из собственно создателей этого продукта этого проекта рассказал нашим зрителям читателям именно в инстаграме в живом эфире если у вас есть вопросы можете писать в комментарии я буду стараться их сразу же читать барлыку и обсудить с ним их барлык вам слово расскажите пожалуйста что это за проект почему именно сейчас и на каком опыте вы базируетесь привет людмила привет всем слушателям я первый раз в инстаграме я как насколько я знаю инстаграм это вообще считается молодежной да и мне очень приятно на этом канале на этом канале в инстаграме впервые что-то сказать какой-то передать месседж вот молодым в частности которые живут в казахстане в общем ребята все что чем я занимаюсь я в принципе все это делаю именно для молодых казахстанцев девчонок мальчишек потому что у меня есть тоже свои дети они тоже взрослые когда я вижу детей казахстанских умных талантливых красивых я хочу чтобы они жили вот свободно выражали свои мысли свободно чтобы они в будущем становились бизнесменами богат богачами талантливыми артистами художниками и вот все что я последние годы занимался ну я раньше называл это филантропом как бы меценатом но к сожалению последние годы наш казахстан скатился вот к стандартам вот северной кореи да поэтому я совершенно официально четко заявляю что сегодня у власти находятся лидеры как назарбаев токаев массивов эти лидеры они создали пытаются создать и уже создали не почти что получилось это создать из нашего прекрасной красивой страны казахстан создать вот стандарты и управление страной по типу северной кореи что я очень не хочу для нашей молодежи особенно и если кто то скажет может быть я это делаю для себя нет ребята я для себя уже все добился я стал сам одним из самых богатых людей я сделал все что мог у меня семья живет соединенных штатах об этом вы знаете многие знают но это все что я делаю делаю только ради того чтобы молодежь наши парни мальчишки чтобы они добивались так же как и я а вот скажите а почему вот если вы всего добились многие же в казахстане они тоже есть не бедные мужчины и женщины казахстанцы они предпочитают сидеть тихо почему вы не хотите сидеть тихо почему вы хотите помогать тем кто не согласен с режимом почему вы в принципе хотите перемен ну потому что во первых это вообще у нас это заложено у казахов заложено на генном уровне я делал свои выступления в прямом эфире на фейсбуке сейчас часто об этом говорил что мы казахи именно наше казахское государство было много много веков образовалось и она казахская нация выжила только из-за того что мы жили сплоченно дружно а вот никто никого не преследовал так явно у нас даже у казахов не было тюрем до царской россии вы можете себе представить нет вообще тюмора тюрем не было то есть если человек что-то нарушал его наказывали на общем там крултает но сегодня к сожалению это было много веков назад но к сожалению что сейчас современно казахстане происходит это конечно авторитарный режим это такой диктаторский режим который создал много тюрьмы посадил очень много молодежи и сегодня знаю много молодых сидят в тюрьму просто девчонок и мальчишек которые вообще не имеют никакого отношения какого-то криминалу абсолютно мирные люди абсолютно талантливый и соответственно я считаю что во мне вот говорят гены моих предков и они говорят нет мы же казахи мы должны помогать своей нации своему народу так как мы раньше помогали в те времена мы такие в сталинские времена мы помогали которых сталинский режим ссылал в казахстан многих наций и даже во время второй мировой войны после второй мировой войны были созданы немецкие пленные казалось бы враги но наш казахский народ это приютил все принял это потому что они тоже люди они тоже были заблудшие они тоже как бы слепо исполняли приказ своих лидеров да в то время своих вот этих нацистских лидеров но сегодня казахстан идет именно по этому пути сегодня у нас своих фашистский режим я совершенно отдаю отчет своим словам потому что этот человек назарбаев и токаев они преследуют наш собственный народ причем молодых девчонок и когда я смотрю я я не могу это видеть просто так и поэтому во мне я считаю что во мне говорят голос предков во мне говорят именно голос который должен если если мы старшие кто постарше этих молодых и если мы сегодня им не протянем руку нашим молодым то мы потеряем наше государство мы потеряем нашу нацию то есть мы превратимся в манкуртов мы превратимся не знаю каких-то зомби я не хочу для этого для своих молодых молодежи которых долго еще жить в этой стране и поэтому мы старшие стараемся помогать молодых вот я о чем почему говорю и я также призываю весь потому что я отношусь к малому среднюю бизнесу да извините смотрите еще хотела бы такой вопрос вот смотрите вот вы сказали по поводу голоса казахстана то есть и ваш проект называется голоса казахстана о чем этот проект какие голоса вы хотите донести до международного сообщества сейчас и в день выборов еще год назад мне пришла такая идея создать такой фонд правозащитный фонд freedom казахстан то есть свободный казахстан эта идея еще мне пришла год назад но я долго этим делом проектом занимался было просто времени не было потому что все таки я человек бизнеса я много был занят своими личными семейными делами был занят бизнесом мне просто не добирались руки но наконец этот фонд правозащитный фонд freedom казахстан я зарегистрировал учредил соединенных штатах только для того чтобы помогать именно казахстанским гражданам неважно я не делил разделение между молодыми пожилыми между русскими казахами и какими-то другими национальностями кто принадлежит какой-то политической партии абсолютно нет те которые режим мазарбаевский режим токаевский режим преследует этот фонд должен помогать и на протяжении поэтому такая идея пришла вот зарегистрировать такой фонд и благо я зарегистрировал этот фонд уже работает он как минимум работает уже полгода вот таком ручном режиме потому что в нашей системе казахстанской системе невозможно работать официально легально и в общем то и потом соответственно постепенно я связывался с правозащитными организациями международными которые находятся соединенных штатах находятся европе мы все сошлись во мнении что вот предстоящие парламентские выборы которые состоятся 10 января 2021 года это единственная последняя возможность эволюционным путем что-то изменить в этой стране и тогда мы стали много обсуждать я стал обсуждать с моими коллегами правозащитными организациями европейскими и в том числе нашими казахстанским которые подпольно работают да ну по сути подпольно работают в казахстане потому что их постоянно преследует и такая идея пришла и сказали да это последняя возможность мы должны ее использовать и поэтому пришла такая идея основываясь на белорусском опыте вот и вот создали такой проект инициатором которого выступил я но эту идею подхватили правозащитные организации европейские правозащитные организации в том числе ваша европейская организация в этом очень нам сильно помогла в этом и мы без вас мы бы я бы это не сделал никогда я честно вам скажу и соответственно вот пришла такая идея и создать такой в проект платформу базирующим на интернет ресурсах используются интернет ресурсы социальные медиа голос казахстанцев голос казахстана войсок казахстан и в общем то для того чтобы освещать те проблемы которые у нас сегодня существуют перед выборами которые у нас наверняка будут существовать во время выборов и после выборов поэтому вот такая идея я очень рад что у нас это получилось совместно с вами с правозащитными организациями именно с правозащитной организации из италии во главе с антонио станго он поддержал эту идею и в общем то мы сегодня учредили такой проект и он уже работает сегодня поэтому я рад что мы хоть как каким-то образом можем помочь казахстанцам все-таки ну показать объективно с объективную сторону вот этих выборов так называемых выборов да вот который вот решил провести назарбаев и такая как они это делали в принципе 30 лет обманывали народ и поэтому не хочу чтобы нас еще раз мы еще 30 30 лет находились вот в этом в этом лагере северокорейском лагере который создал назарбаев я вот вижу что тут некоторые люди пытаются мне прервать этот эфир видимо он кому-то очень сильно не нравится то есть кто-то пытается старательно старательно его разбить тем не менее мы будем возвращаться и возвращаться вновь к этой теме и обязательно закончим нашу дискуссию поэтому дорогие кнбшники если вы нервничаете ну нервничайте как обычно я вас всех распознаю внесу наш список карабетов дайте провести поспокойно нам прямую встречу возвращаясь нашим замечательным бараном смотрите вот у нас есть точнее даже не бараном а клашадян потому что ваш телеграм-бот и программа в том числе называется аламан байге да и вот байга то есть что это такое почему именно так называется кто кому относится откуда такая идея расскажите пожалуйста в общем опять и я говорю что это это идея и этой платформы с нами любезно поделились белорусские бизнесмены предприниматели а не конкретно вот мне эта идея я взял у них и они помогли нам совершенно бесплатно адаптируют эту платформу на базе на базе зубр и голос это голос по-моему да да голос голос зубр был для наблюдателей голос для тех кто отдавали свои голоса голосовали или параллельный подсчет эти классные парни белорусские они наши братья их называют да они нам любезно помогли и таким образом в общем мы создали вот эту платформу войсосов казахстан войсосов казахстан это платформа которая будет базироваться в европе так называемая эта платформа будет пользоваться так называемый казахстанский экзит пол за границей возглавляемой командой и штабом антонио станго для чего мы так сделать чтобы здесь завтра не уличили меня как казахстанского гражданина в том что я чью-то какую-то сторону принимаю поэтому такая идея пришла и чтобы антонио чтобы этот человек который несколько десятков лет отработал вот именно правозащитной деятельности именно участвовал в наблюдении к обоисе своим большим опытом поэтому он любезно согласился и таким образом помочь казахстанскому народу казахстанскому государству если вы не разрешите я немножечко тоже расскажу про антонио потому что я знаю очень хорошо его лично антонио станго действительно президента итальянской федерации по правам человека но до этого многие годы был позволял различные другие также организации очень похожие по деятельности с хельсинским комитетом но самое важное что он вел наблюдать наблюдение за выборами наблюдение за нарушением прав человека в очень многих странах то есть и в африканских странах и во всех странах постсоветского пространства в том числе даже в пост военной польши в палатийских странах то есть у него колоссальнейший огромнейший опыт с которым с огромным удовольствием делимся и мы и учимся у него в том числе хочу сказать что антонио был одним из тех кто в том числе был на евромайдане оранжевой революции кто был в молдове на выборах и смотрел за развитием событий поддерживал в том числе и опыт думаю что очень пригодится в том числе и казахстанцам поэтому обязательно следите за публикациям итальянской федерации по правам человека особенно учитывая то что антонио лично вместе с его командой наблюдателей на протяжении последних трех лет вели наблюдательные миссии за соблюдением прав человека в казахстане в том числе встречались политическими заключенными и следили за тем что происходит в разных регионах то есть не только как классически обычно приезжают наблюдатели в астану и в алматы но в том числе и в регионах и они зафиксировали уникальные факты пыток например подаре усть каменогорске караганде в актау и многих других шамкенте в том числе использование психиатрической медицины для того чтобы репрессировать казахстанцев да то есть у них колоссальный опыт и и навешать лапшу со стороны властей казахстана крайне тяжело поэтому конечно я очень рада что антонио вы команда подключились к этому проекту и хотела как раз таки сказать об этом побольше молодым нашим зрителям и казахстанцам и скажите вот какой то есть у нас есть два чата аламан да и есть байга вот кто чем занимается как что делать то есть что именно должны сделать каждый из наших зрителей вот они видят а есть информация о том что можно зарегистрироваться в этих чат-ботах то есть что они должны сделать можете рассказать да вот я рассказал про платформу саму большинство казахстан который будет находиться в европе теперь платформа она будет работать именно используя вот эти чат-боты в телеграм-мессенджере телеграм-мессенджере который мы условно назвали аламан байга аламан это чат-бот для наблюдателей это те чисто наблюдательным наблюдением заниматься независимым наблюдателем и зависимые тоже могут использовать то есть если орган захочет наблюдать за выборами они могут присоединиться к вашему чату добро пожаловать мы не диктаторы мы не диктуем никому мы любезно даем всем бесплатно пожалуйста пользуйтесь поэтому вот так по идее власть должна относиться и любыми инициативами идеям которые идут от народа а чат-бот байга это сделано именно для каждого казахстанца для потенциального избирателя опять-таки неважно за кого он там голосует голосует он за Акжолы за Нуратан вообще абсолютно никакой они могут себе закачать этот на себе установить на телеграм-канал на телеграм вот но для этого они должны иметь вот это сам приложение телеграм то есть я знаю что казахстане в основном пользуются ватсапом и это тоже предусмотреть чуть-чуть позже об этом скажу но телеграм да для этого нужно установить вот этот мессенджер телеграм и потом я надеюсь после нашего видео эфира вот этого там в конце вы увидите вот эти самые чат-боты которые вы можете к себе закачать так вот я уже сразу написала так что каждый из вас кто видит это сообщение вы просто заходите на мою страницу заходите на страницу парлыка и видите просто как там легко набрать эти чат-боты аломан или байге и все и вы там регистрируетесь выбирайте русский казахский язык и регистрируйтесь пожалуйста отлично как работает байга для обычных наших избирателей наших молодых казахстанцев и немолодых казахстанцев этот приложение она очень работает очень просто закачав это приложение когда вы уже сегодня сталкиваетесь с теми нарушения мы знаем что сегодня массовые репрессии с массового нарушения прав человека в казахстане именно которые вот проводить такую политику репрессивную политику назарбаевский токаевская система вот руками массивовских кнбшников они просто сегодня устроили такое знаете как вот нквд репрессии да против собственного народа но тем не менее всех они не могут пересажать всех они не могут запугать поэтому в любом случае это вот эти приложения телеграм чат-боты как они будут работать если вы видите дорогие друзья если вы видите где-то какое-то нарушение милиционер пришел к вам с обыском или досматривает ваши машины или просто придирается к вам каким-то причинам то вы соответственно вы можете просто сегодня это занимать на видео такое краткое видео где-то там ну не знаю там две-три минутки до пяти минут и соответственно в этом же чат-боте байга сняли закачали и отправили все это когда вы туда отправляете это соответственно автоматически попадает на платформу войсов казахстан и штаб антонио который находится в европе они это уже обрабатывают они это уже это уже считается что выборы уже начались вот выборы еще начались вчера да если так выразиться поэтому вот если вы мне разрешите я вас немножечко еще перебью потому что это очень важный момент мы обговаривали в том числе с нашими коллегами из белоруссии они просили всех своих избирателей всех своих наблюдателей делать именно коротенькие видео коротенькие видео это не по-казахски 15-20 минут коротенькие видео это вот короткий действительно одна до трех минут почему потому что мы ожидаем что точно так же как и в беларуси в казахстане будет отключение интернета вы слышали все о том что тестировался сертификат безопасности к нб да и конечно же они будут пытаться остановить социальные сети например не будет работать инстаграм не будет работать фейсбук youtube вы должны знать что вы можете и будете пользоваться telegram там есть каналы в том числе например наш канал активисты не экстремисты где вы можете онлайн следить за всем что происходит и точно так же как в фейсбуке мы публикуем информацию с платформы войсусов казахстан при партнерстве с фридом казахстана или итальянской федерации по правам человека о нарушениях период выборов да точно так же и в telegram вы сможете там получить объективную информацию оперативно даже если будет самый минимальный интернет это очень важно чтобы каждый из вас помнил и знал и поэтому когда вы ссылаете коротенькие видео вот реально от 30 секунд до трех минут вот тогда есть шанс что мы это видео получим и ваше видео также будет опубликовано наших каналах будьте максимально конкретными сообщите город время да что именно происходит желательно избирательного участка где вы зафиксировали это нарушение чтобы мы сразу могли его классифицировать помочь обработать иностранным наблюдателям сообщили о бсе и другим сми представителям потому что благодаря вот партнерство сотрудничеству с итальянской федерации по правам человека уже две большие газеты и портала опубликовали ситуацию предвыборную нарушение прав человека в казахстане и итальянцы например уже об этом знают и я знаю что они работают с другими сми также для того чтобы сообщить о нарушениях прав человека нарушение права на воле и заявление нарушение права на агитацию именно сейчас в этот период извините что я вас перебила просто хотела сказать нашим зрителям об этих очень важных фактах совершенно верно да к сожалению да массовые прессии идут и все это идет фиксация и соответственно для чего самый главный момент истины если естественно будет 10 января 2021 года поэтому это приложение в чат-боте чат-бот это для того чтобы когда вы дорогие наши потенциальные избиратели когда вы приходите на избирательный участок когда вы заберете бюллетень заходите в этот в кабинку и когда вы там делаете свой выбор после этого делайте фотофиксацию с двух сторон и четко фотофиксацию не торопитесь это ваше конституционное право то что они там говорят цик что мы запрещаем это все это абсолютно незаконно потому что и по международным правилам и по конституции казахстана и по законам это просто идет такая дымовая завеса просто людей пугает пропаганда пропаганда идет такая людей запугать нет не надо этого бояться конституция работает пока что на нас поэтому равноказа касается и наблюдателей чтобы наблюдатели все знали там придумают различные сертификаты сегодня мы узнали о том что они придумали еще они должны иметь пациент тесты это абсолютно незаконные это абсолютно как сказать да нарушающие права человека международный прав человека казахстанских граждан нарушаются права поэтому не слушайте эти все как бы фейковые указы они не имеют никакой роли поэтому любой наблюдатель идет просто туда показывать какую-то любую бумажку о том что он является журналистом или общественным деятелем он имеет право туда зайти и он не должен никого слушаться поэтому я совершенно официально заявляю потому что конституция гласит четко на эту тему что это наши права и соответственно избиратель делает фиксацию вот этого своего бюллетня потом он бросает эту в урну и с этим вот этот фотофиксацию которую он сделал через вот этот байга чат-бот соответственно отправляет и соответственно это все автоматически попадет загружать и автоматически попадает на платформу войсусов казахстан где уже в европе будет обрабатывать что называется объективно никаких предвзятостей там нету и тут еще один очень важный момент вот вы правильно сказали по поводу тестов так называемых тестов на коронавирус мы должны помнить о том что кто у нас сделать то есть да абсолютно зависимые врачи это раз к сожалению но это факт да второй момент что когда наблюдатели все рванут и скажут что вот они наблюдатели вот смотрите наше удостоверение это будет один из механизмов как дискриминировать независимых наблюдателей или же вообще ограничить их праве на передвижение то есть могут поставить охрану и мы об этом тоже будем сейчас информировать наблюдатели о бсе международное сообщество что могут поставить просто-напросто полицейские отряды около наблюдателей до домов буду знать заранее кого не выпускать или будет запугивать все эти действия абсолютно незаконны если кто-то на вас оказывал давление вот используйте эти чаты аламанк и зэк сообщите об этом сразу же и тогда еще до начала выборов принципе сейчас уже масса фактов говорят о том что выборы будут фальсифицированы но чем больше у нас документированных фактов обоснованных фактов которые говорят что наблюдатели права нарушаются избиратели права нарушаются члены избирательной комиссии находится под давлением что учителя полицейские и так далее используют свой административный ресурс под давлением нуратана и фактически заставляют вас давать свои персональные данные или голосовать в ту или иную пользу партии частности первую очередь мы партию нуратан все партии абсолютно провластны но тем не менее сейчас больше всего мы получаем сообщение о нарушении именно когда полицейских учителей на заводах железнодорожных работников вообще это не просто сам даже сотрудников тег да всех абсолютно поголовно заставляют чтобы они голосовали за нуратан это нарушение вашего права на воле заявления вот для этого и существуют эти программы ломанка заибай где вы можете сообщить об этих нарушениях еще один момент вот когда мы с вами проводили прямой эфир в фейсбуке разработчик ваш рассказал о том что там сейчас на данном этапе возможно главным образом две операции первое это регистрация а второе это высылка вот то что происходит нарушений в предвыборный период а дальше уже придет им пуш уведомления в самом чат-боте после регистрации о том чтобы они выбрали конкретный избирательный участок то есть насколько я понимаю это произойдет за несколько дней до выборов правильно да отлично вот я вижу просто здесь комментарии уже по ходу нашего прямого эфира эфира некоторые люди пытаются пройти регистрацию будет вот надо пройти кнопку регистрации да именно кнопку регистрации можете нажимать не переживайте если ваши номера телефонов вот используем для этого они специально для этого используются чтобы никто из-за границы не мог сфабриковать результаты выборов чтобы только казахстанцы могли и имели право один раз со своего телефона зарегистрироваться этот телефон хранится безусловно несколько долей секунды все это регистрация ваша прошла и дальше вам необходимо будет дождаться сообщения когда вы получите уведомление что зарегистрируйтесь на конкретном избирательном участке вы из списка выберете свой избирательный участок и тогда вы сможете выслать и результаты своего голосования то есть бюллетень с двух сторон четко сфотографированный не спешите как сказал барлык да или же выслать сейчас уже прямо сейчас если вы знаете о нарушении ваших прав кого-то из ваших соседей фактах давления на членов избирательной комиссии пожалуйста сразу же высылайте эту информацию барлык я хотела еще с вами уточнить вот какой чат лучше всего использовать для членов избирательной комиссии мы знаем о том что сейчас самые главные члены избирательной комиссии это учителя медики почтовые работники да и их чаще всего используют как агнистативный ресурс чтобы сфабриковать результаты выборов это уголовная ответственность правильно вот наверное им скорее всего нужно обращаться в чат алламан козе там где у нас есть все функции для наблюдателей вот как вы считаете как лучше им обращаться и готовы ли вы как организация вместе с рианской федерации по правам человека оказать им поддержку в случае если на них оказывалось незаконное давление и они готовы предоставить такую информацию анонимно или же публично ну во первых вы правильно сказали все вот эти чат-боты они будут базируются на теле мессенджеры это абсолютно анонимно никто не будет знать о том что вы установили себе вот это приложение если допустим наблюдатели возьмем это алламан если допустим потенциальный избиратель он закачает себе вот этот чат-бот байга это абсолютно даже я находясь сегодня в соединенных штатах я не могу себе поставить это приложение потому что у меня нет казахского номера здесь за границей я не могу и это правильно мы так сделали чтобы именно казахстанские граждане даже участвовать причем мы не делаем различий между учителями или там милиции или военными или там обычными гражданами это сделано для всех граждан казахстана поэтому это единственная возможность для чего это уникальная возможность чтобы даже учителя мы знаем что учителей их заставляет это делать они делают это не по своей воле мы это понимаем поэтому я их называю дорогие наши учителя милые наши учителя пожалуйста любым путем дайте знать о том что вас пугают или там вас запугивают или вас там давит анонимно отправляйте через эти приложения и международная организация это все зафиксирует и когда придет час икс а это час икс он придет когда будут отвечать наш казахстанский режим в лице назарбаева такая вот тогда вы скажете нет я никаких фальсификаций делал смотрите я проголосовала за кого угодно кроме нуратана хотя мне заставляли до используя административные ресурсы государственные и таким образом я все равно проголосовала там за другую партию какую-то там не буду говорить да вот и соответственно у вас будет доказательной базы мало того вы об этом информировали международное сообщество информировали именно правозащитной организации таким образом вы можете помочь нашим собственному народу чтобы мы могли как бы знаете пролить свет на все вот эти преступления которые совершает верхушка эти лидеры ОПГ как зарбаев токаев массимов и сама табиш мы знаем их не черные дела все поэтому я совершенно официально и говорю что это именно приложение сделано для всех казахстанцев мы не делаем различий между социальным по социальным признакам по религиозным признакам по национальным признакам поэтому добро пожаловать пользуется этим приложениями и вас никто за это преследовать не будет потому что это все анонимно плюс мы знаем что у нас в основе казахстане все используют ватсап не только telegram а в основе используют ватсап поэтому мы тоже это предусмотрели и просто вот свои вот это информационные объявления мы указали там номера это тоже номера находится в европе и вы тоже можете также загрузить вот этот бюллетень сфотографировать и отправить его по ватсапу на вот эти номера как это обычно мы делаем мы любим пользоваться ватсапом через отправляем какие-то семейные фотографии друг другу вот точно так же сделайте на эти номера просто отправите и это прям попадет в этот штаб вот именно эту платформу в казахстан и ваш голос почему называется голос казахстанцев реально услышит в европе во всем мире услышит потому что мы не доверяем нашим казахстанскому правительству они украли у нас в течение 30 лет все украли у нас и в том числе ваших ваше будущее как учителей вашей зарплаты вашу нормальные условия то же самое и у полицейских у военных потому что они преступники и не не играйте по этим правилам вот я к чему призываю поэтому это доступно вот и ватсапе и в телеграме отлично еще один такой момент вот как раз таки один из наших сейчас зрителей говорит я избиратель и наблюдатель какая статья конституции гарантирует мне мои права и здесь я хочу сказать что я видела в вашем приложении такую маленькую шпаргалку и наблюдатели и для избирателей какие права гарантированы и где можно они прочитать но дорогие мои реально есть сегодня такая замечательная функция в жизни нашей google называется представляете там можно забить закон о выборах казахстане конституция казахстана или же международный факт о гражданских и политических правах ратифицированный казахстан тысяч пятом году представляете там все ответы есть все ваши права которые каждый день нарушается серьезно говорю вам классная функция просто забиваете и все вы все ответы получаете а если вам что-то непонятно вы знаете как мне найти так что дорогие пользуйтесь шпаргалками они у вас есть прямо над под рукой вот просто надо чуть-чуть пальцем подвигать и поклацать пока клавишам и все вы сразу все ответы найдете а я проще проще даже скажу здесь проще скажу нашим слушателям не запаривайте не загружайте даже себя вот каким-то там это все выборы это единственная конституционная возможность у всех у нас казахстанцев это наше право хотите фотографируйте хотите голосуйте за какую-то партию не хотите голосовать не голосуйте хотите но никто вас не имеет права заставлять и тем более за это преследует это противоречит закону казахстана это противоречит конституции казахстана это противоречит международных стандартам это всегда вы правы в этом поэтому даже не думайте об этом никто я это преследовать не будет это все что они делают это они просто режим как я всегда говорил он себя чувствовать очень слабым и таким уязвимым да он он как раз таки боится что все придут и проголосуют. И вот этого как раз-таки они боятся. И поэтому они такое делают. Вот акции репрессии, акции запугивания, но они всех не могут казахстанцев зашугать, запугать. Поэтому приходите и проголосуйте 10 января. Вот здесь спрашивает один из наших зрителей. Смысл голосовать, если все партии провластны? Барлок, смысл голосовать? Расскажите, пожалуйста. Ну, совершенно верно. Правильный вопрос задает. Но я говорил об этом еще раз повторюсь. Ребята, мы сейчас говорим о протестном голосовании. Это только умное голосование, которое использовали и в России, и в Беларуси, и в других странах. И протестное голосование. В нашем случае это еще и протестное голосование. Если, допустим, в России это используют только умное, мы это говорим. Умное и протестное голосование. Я сейчас объясню, почему умное. Умное, это означает, что мы должны проголосовать за любую партию, кроме Нуратан. И таким образом... Отбираем голоса. Заберем голоса, власть заберем у Назарбаева. Это первая задачи. Вы скажете, окей, ну и они же все там, и Акжол, и Ау, там, бог знает этих, и все эти партии марионетки. Мы прекрасно об этом знаем. Да, они марионетки. Но мы должны доказать, что эта фальсификация произошла. Потому что выборы уже на сегодня являются нелегитимными. Потому что они делают в условиях массовых репрессий. В условиях таких, как бы, да, политзаключенных. Клишком много политзаключенных. Нарушение права на агитацию, доступ к информации. Они уже сделали собрание, мирное собрание, так что да, масса. Режим Назарбаевский собственными руками сделайте выборы нелегитимными. Поэтому мы просто идем туда, чтобы доказать еще раз, что партия Нуратан это партия жуликов и воров. Они будут воровать эти голоса. Соответственно, вот тут уже начинается протестное голосование. Мы отдаем свой голос. Обязательно здесь надо запомнить всем нашим избирателям. Приходим на участки, проголосовали и проконтролировали. Не уходим с этих избирательных участков, а находимся там, помогаем нашим наблюдателям, независимым наблюдателям, чтобы они смотрели, наблюдали за нашим бюллетнем, бюллетенем этим, да, чтобы его не украли эти, как бы, да, Назарбаевский центр избирком. Да. И после этого... И еще было предложение такое сделать обязательно, вот, например, у меня есть листочек бумажки, сделать из него гармошку. Вот так вот делали, собственно, вот такой гармошечкой, да, или сбрасывали именно белорусы, чтобы проконтролировать, что члены избирательной комиссии не в состоянии подменить бюллетени и урны, да, с бюллетенем. Потому что если все наблюдатели, все избиратели видели, что, да, большинство их бюллетеней именно таким образом сложены, когда они приносят все абсолютно ровные, понимаете, это значит подмена, это значит фальсификация. Да, тут может быть креативней, сколько угодно, но самое главное, ребята, потенциальные избиратели, мы все, после того, как мы проголосуем, мы все должны идти на площади и в акиматы. Это называется уже протестные голоса. Мы будем стоять, протестовать на площади для того, потому что мы знаем сто процентов, тысячу процентов, что партия, ну, Ротан и вот этот режим на Зарбаевске, они 30 лет воровали, они в этот раз также украдут эти голоса. Поэтому мы будем стоять на площади и будем добиваться, чтобы они озвучили честные результаты. И в любом случае, если такую вот, как бы они уже сделали нелегитимными эти выборы, в любом случае мы будем требовать на площади, чтобы отменили эти, аннулировали эти выборы, назначили дату новых выборов и потом уже пригласить, то есть, чтобы зарегистрировали все партии, демократические оппозиционные партии, за которых мы хотели бы проголосовать точно. И чтобы их зарегистрировали, и тогда мы будем уже проводить честные выборы, и тогда уже мы будем отдавать голоса тем партиям, которым мы действительно считаем и верим. Вот, что называется умное голосование и протестное голосование. То есть, в нашем казахстанском случае это отличается от того, что проводили в России, это будет именно протестное голосование. Мы идем на протест. И мы знаем, что есть активные бойкотчики, но окей, мы тоже не можем их заставить и сказать, нет, вы не делайте так, окей, мы уважаем их не выбор, но в тот день мы все должны быть стоять плечом плечо на площади перед акиматами и зайти в эти акиматы и стоять и на улице жечь костры и создать такое как бы народное гуляние, да? И мы будем ждать. Ну, может быть, не обязательно костры, можно просто занять все плоско и площадь танцевать, например. Танцевать, да, но холодно будет, поэтому занимать костры. У нас в Украине, знаете, мы прыгали и, собственно говоря, таким образом согревались друг друга, в том числе огромное количество песен пели, так что все зависит от ситуации. Если вы заполняете быстро административные здания мирным способом с собой как можно больше, тогда в принципе даже и косты не нужны быть. Вы будете внутри зданий, ну и просто у вас будет по периметру стоять, скажем так, ваша охрана, да. Поэтому, уважаемые казахстанцы, этот момент будет истинный, это будут исторические моменты 10-го, 11-го, 12-го, 13-го. Мы должны быть там, на этих площадях, и это будет для нас, для всех честью оказаться на этих площадях. Это будет неимоверный подъем вот именно национальной нашей гордости, скажем, да, казахстанцев, что мы таким образом хотим, как и белорусы, как и киргизы, наши соседи, хотим изменения и почувствовать, что значит быть, чтобы наши голоса были услышаны. Поэтому мы и назвали символически этот проект «Голоса казахстанцев». Поэтому весь мир должен узнать, кто такие казахстанцы и услышать наши голоса. еще один вопрос, перед тем, как мы закончим, мне кажется, очень важным насчет того, вот что будет после того, когда вы зафиксируете нарушения, да. В случае с Беларусью, сейчас мы видим, что голос белорусов, он был услышан, потому что были массовые протесты, потому что зафиксировались, ловились за руку, да, за счет вот этих приложений в Телеграм, все фальсифицированные факты по избирательным участкам и фактически добились персональных санкций. В отношении самого Лукашенко, а также членов его правительства, ближайшего окружения и в том числе бизнес-элиты, которые финансировали и финансируют на сегодняшний день репрессии в Беларуси. Собираетесь ли вы, потому что это один из вопросов, когда уже наконец будут введены персональные санкции в отношении чиновников Казахстана? Это очень сложный вопрос, я знаю об этом, но тем не менее, будете ли вы над этим работать? И насколько ваша программа в том числе поможет? И вот, например, участие в протестах, насколько они помогут в этом процессе? Совершенно справедливый вопрос, совершенно очень кстати этот вопрос, да. Когда я учредил этот фридм Казахстана фонд, у него были две основные цели. Первая цель – это оказать помощь, оказывать помощь гражданским активистам, которые попадают от репрессий и помогать политическим заключенным, которые уже оказались в тюрьмах, и семьи этих политических заключенных. Это первая основная задача. Вторая задача этого фонда, который зарегистрирован в Соединенных Штатах, это добиваться те чиновники, государственные преступники, которые преследуют гражданских активистов, мирных гражданских активистов, которые у нас в стране сегодня много политических заключенных. Эти чиновники, которые добились, начиная от Назарбаева, Токаева, Максимова и заканчивая последним каким-то прокурорщиком какого-то района или, скажем, участковым милиционерам, который нарушал права человека, права граждан, эти люди будут… То есть мы уже над этим работаем, над так называемым списком магнитского, актом магнитского. Это, я понимаю, это трудная работа, это долгая работа, но эта работа уже идет. Поэтому, дорогие наши соотечественники, дорогие казахстанцы, находясь здесь за рубежом, я, как гражданин Казахстана, я вижу свой долг именно в этом, чтобы помогать вам, чтобы эти преступления, которые они совершали еще раньше, в Жан-Аузене совершили кровавые преступления, когда они убили Дулата Агадил, когда они убили Жан-Булата Агадила, мальчишку, сына его, эти все преступления, за эти преступления должны нести ответственность, начиная от президента Назарбаева, Токаева, потому что они главные виновники. Но еще есть люди, которые исполняли их приказ. Вот этого мы будем добиваться. И как раз-таки вот эти выборы, фальсификации, это тоже считается уголовным преступлением. И, понятное дело, эти преступники, почему я их называю, лидерами ОПГ, Назарбаева, Токаева, Масимова, они однозначно попадут в этот список. Но я говорю еще тем, те учителя, которые вы будете заниматься фальсификацией, вот эти, воровать голоса у собственного народа... Вы также попадете в списки. Вы также попадете в эти списки, если доказательства, а такие доказательства сейчас же интернет, доказательства легко собрать. Это при таком, при нынешнем режиме на вас вы можете себя чувствовать безопасность. Но когда этот режим сменится, а он рано или поздно сменится, эти все, вот эти все доказательства, они потом всплывут, и потом вы будете стоять перед своим народом, приносить извинения. И простит ли это вам народ или не простит, это же вопрос другой. Поэтому просто я... То есть это еще пострашнее, чем список Магницкого? Список Магницкого, это где-то там далеко, а все, что станет известно о фальсификации выборах учителями, давлении полицейскими, их лица, это будет прямо сейчас, реальность, которую узнают их соседи, их члены семьи. Вот я вижу и получаю сообщение о том, что, вот, например, один из членов команды СОБР, полковник и командир этого полка СМАТов, он был в шоке, когда увидел публикации мои в Инстаграм, в Фейсбук, которые полностью разоблачают его преступную деятельность против мира народа, потому что в глазах своей дочери, в глазах своей жены, своих родственников он был героем, который защищает свою родину. Оказалось, что он просто обычный корабет, который стреляет, который именно избивает, пытает своих мирных граждан выполнять преступные приказы. И я хочу обратить внимание, что таких на самом деле СОБРовцев не так уж и много. Их суммарно по всему Казахстану максимум 2000 человек. То есть больше всего их находится в Алматы, в Астане, потому что там являются самые такие активные центры, особенно в Астане, где больше всего боится Назарбаев. Также вот этот центр, который сейчас мы полностью рассекретили, это СОБР и так называемый полк Орлан в Шимкенте. Всю информацию по поводу этих замечательных преступников мы будем постепенно публиковать. И также обращаемся к тем, кто знает лица тех, кто принимал участие на протяжении последних лет в политических преследованиях, избиениях и пытках со стороны СОБРа, Орлана и других подразделений МВД в разных городах. Пожалуйста, пересылайте нам эту информацию на мой телеграм-чат или же чат-бот Слуги Бот. Можете пересылать мне это в Facebook, Instagram, где вам угодно. Анонимность гарантируем. Мы никогда не раскрываем источники нашей информации. Даже если вы один из СОБРовцев, который наконец-то одумался, дорогой мой, вы получите свою награду потом. И вы будете знать, что вы точно будете одним из тех, кого народ в конечном итоге будет носить на руках, вы будете настоящим защитником. Потому что сейчас вы такими действиями защищаете свой народ. Поэтому присоединяйтесь к нам, становитесь нашими информаторами и не попадайте в позорный список карабетов. Ваши члены семьи, они достойны лучшего будущего. Поэтому не марайте свои руки в кровь и в грязь, которые вас пытаются затащить в режим Назарбаева. Я еще хотел здесь добавить, что с этим режимом легко работать со списком Магнитского. Дело в том, что чиновники, они сами собирают доказательную базу против самих себя. То есть тот же судья, тот же прокурор, тот же участковый, который выписывает повестки, они все сохраняются. Вы только просто сохраняете их где-то у себя на фотографии. Мы тоже собираем, у нас целая картотека. Да, и вот эти дела, они там шьют такие, да, вот политически мотивированные. Эти судьи, эти прокуроры, они сами собирают. Они автоматически попадают туда просто. Мне даже не надо заниматься доказательной базой в рамках вот этого фонда Freedom Kazakhstan для того, чтобы палец и собирать на них там какие-то доказательные. Они сами собрали. Все, что нужно вам просто эти, если вы захотите наказать, когда сменится режим, они будут наказаны. И вот эти доказательные базы, они все равно сохраняются у вас, потому что эти дела вам вручаются вот эти и повестки, и соответственно вот эти фотографии, видео, отчеты, это все легко доказывается. И поэтому эти, как типа вот этого Карабета, Сматова, он уже однозначно оказался в этом списке автоматически. Он просто сейчас не ощущает это, не может догадаться, что он уже находится в этом списке Магнитского. То есть это очень большой список, и это не обязательно там должен оказаться Назарбаев с Тукаевым и с Массивом. Нет. Там будет оказываться любой участковый милиционер и любой районный или поселковый судья, они все будут в этом списке. Поэтому они сами собрали эту доказательную базу, они сами участвуют в этих преступлениях против собственного народа, и они будут применены вот эти персональные санкции. И еще один важный момент. Помимо английского, русского языка, мы сейчас вместе с волонтерами переводим наш замечательный отчет о Карабетах Казахстана на казахский язык. Мы тоже его опубликуем. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите стать нашим волонтером, вы знаете, как меня найти, вы знаете, как нам присоединиться. Становитесь по добрую сторону и исключайте себя из списка Карабетов. Перестаньте выполнять преступные приказы. Ни в коем случае не участвуйте в фальсификации выборов. Фиксируйте максимально все нарушения ваших прав, в том числе право на волеизъявления, право на мирный протест. И помните, ваши глаза должны быть абсолютно везде. Что это значит? Что каждая бабушка, каждый маленький ребенок, у кого есть в руках телефон, они должны стать глазами мирных протестующих казахстанцев. Как это делают белорусы? Из каждого окна они снимают нарушение прав человека. И сразу же обработанный факт на 2-3 минуты. Больше не надо. Высылают правозащитникам, информируют о том, где произошло нарушение прав человека. И тогда каждый, даже тот, кто в маске, за счет того, что сейчас казахские власти везде поставили китайские камеры хитвижн, мы в состоянии каждого из них распознать. Понимаете? Они установили, называется, как обезьяна с гранатой. Они не понимают, какие камеры они установили. Не только они могут ими пользоваться. Поэтому, дорогие мои, учитесь вы фиксировать нарушение прав человека при помощи всех этих видеокамер, которые они направляют в вашу сторону. Мы их направим в сторону добра и просвещения максимальных расследований по всем нарушениям прав человека, которые сейчас происходят в Казахстане. Хорошо? Огромное спасибо вам, Барлык. Мы будем с вами продолжать общаться. Дорогие мои, если у вас будут вопросы по поводу программ, конкретно этих чат-ботов, пишите их в комментариях. Я сохраню обязательно прямую эфир. Мы, конечно же, с вашей помощью будем рады, если вы распространите его максимально. Но если вдруг у вас какие-то вопросы, пишите, регистрируйтесь, сообщайте это абсолютно всем членам вашей семьи, которые достигли возраста 18 лет, чтобы принять участие в выборах. И помните, эти выборы решающие. Делайте свою революцию сначала у себя дома, со своей семьей, тем, что каждый из них регистрируется в этих чат-ботах, а потом вместе идите на выборы и защищайте свои голоса. Всего вам самого доброго и остаемся с вами на связи. Спасибо. Спасибо.